Когда-то вплотную к заповедному участку Ямской степи примыкала улица посёлка Заповедный. Но люди здесь не прижились. Улица опустела, брошенные участки стали зарастать кленом ясенелистным. Агрессивный американский переселенец вплотную стал подбираться и к Ямской степи. Борьба с ним осуществляется радикальным, вне территории заповедника, радикальными способами. То есть спиливается дерево и, соответственно, раскорчевываются его корневые системы. Они вывозятся на полигон твёрдых бытовых отходов. Теперь в бывшем посёлке Заповедный должна поселиться краснокнижная лошадь Прожевальского. Мы должны войти в программу правительственную по сохранению редких видов, куда вошло 12 видов, и один из которых лошадь Прожевальского. Содержаться животные будут в питомнике, место для которого и расчищают от клена ясенелистного. На помощь сотрудникам заповедника приходят волонтёры. Занимаемся распиловкой и уносим веток в сторону. Погода супер! За усердные труды волонтёры были награждены вкусной полевой кашей и экскурсией в Ямскую степь. А полюбоваться здесь есть чем даже в осенний период. Мы можем встретить и виды, которые цветут рано летом или даже в конце мая. То есть как бы мы возвращаемся в прошлое, можно сказать. Это и звёздочки ясменника розоватого, и ломонос цельнолистный, растения, занесённые в Красную книгу Белгородской области. Желтеет в сухой траве горлюха эстребинковая. От синих красок добавляет острогал датский. Неподалёку виднеется и его сородич острогал эспарцетный. А это герань кроваво-красная. Всего же в эту пору в степи можно обнаружить до двух десятков видов цветущих растений. Немного, если учитывать, что всего их в Ямской степи почти 700. Те, кто побывал здесь в этот раз, теперь знают. Место это уникальное, и его необходимо беречь. Ямская степь уникальна, как я поняла, своим разнотравьем, своей почвой. Такой, которой по составу нигде больше нет. Жаль, не все ещё знают об этом. Уже к вечеру, когда волонтёрская акция завершилась, в охранной зоне Ямской степи появилась целая колонна внедорожников и квадроциклов. Оказалось, это участники экстрим-пробега из Курска. Они просто не знали, что здесь заповедник. А значит, степи сегодня угрожает не только американский клён, но и обычное человеческое невежество. Надеемся, что наш сюжет внесёт свою лепту в охрану уникального заповедного участка. Елена Глотовская, Наталья Давыдова, Игорь Доценко. Такой день на мире Белогорье.